С моей точки зрения, все-таки самым интересным моментом была эта полусекретная встреча Владимира Владимировича Путина с главными редакторами. Почему самым интересным? Потому что эффект был поразительный. Впервые абсолютно неинтересно, о чем они беседовали, потому что ложь, повторенная в сороковой раз, превращается в Скобееву. А две Скобеевых на эту даже несчастную страну Россию, это все-таки многовато. К тому же есть самый главный и самый важный вопрос во время встречи Путина с главными редакторами. Правду мы никогда не узнаем, скорее всего. Вот для меня осталось тайны. Их все-таки били на этой встрече или не били? И это самое главное и самое интересное, потому что это ведь избиение, оно позволяет скорректировать вопросы, тонизировать, вообще взбодрить. И Владимир Владимирович понял, что такие методы, в январе у него была возможность это выяснить во время известных шествий и митингов, это очень эффективно. Это же прекрасно, да, представь себе. Они же все сидят по разным помещениям, тоже объясню, почему это происходит. И в какой-то момент служба охраны открывает дверь, вваливается ОМОН и в течение двух-трех минут жестко лупит главных редакторов, потом раскланивается. Главные доктора кряхтя, помогая друг другу, встают, забираются обратно на стуле и встреча продолжается. И так, наверное, раза два, может быть, происходит. И поддерживает... Александр Глебович, простите, но у вас же есть один знакомый главный редактор, который на встрече был. Он первый ничего не скажет, понимаешь? Вот если говорить о том, что кто-то может утаить этот факт, то веник будет первый. Они у меня все знакомые, но, как ты понимаешь, они все об этом будут молчать. Но ты же понимаешь, что вообще это очень эффективно, потому что всякие лишние вопросы, они сразу прилипают там к ханам даже, а не в ротоглотке, а в носоглотке, они приклеиваются и не звучат. Понятно, да, почему встреча была в разных помещениях, и это не дело было ни в ковиде. Отдельно сидел Путин, отдельно сидели главреды. Мы знаем, да, что у ОМОНа запотевают периодически забралы, и они могли бы врезать, в общем, Владимира Владимировича. И это было бы большим скандалом. А содержание беседы, оно было феноменально унылым. Все врали себе, друг к другу, врали первому лицу. А первое лицо не оставалось в долгу и отвечало очень отборной, качественной ложью, абсолютно приевшейся и скучной. Ну, опять там гиперзвук, опять встали, поднялись с колен, опять стабилизация, недремлющий враг, пришли амбициозные люди в синих трусах, которые труды 20 лет стабилизации разрушают. В общем, я могу сказать, конечно, так врать нельзя. Ложь должна быть увлекательной, ну, по крайней мере, как у Дюма, и разнообразной. Потому что в таком случае интерес к этой лжи можно поддерживать в течение 20 лет. И это единственный вариант. В конце концов, повестку Владимир Владимирович мог бы разнообразить, рассказав, что где-нибудь там, он ведь, в отличие от нас с вами, не лишен свободы слова и может ни в чем себя вообще не ограничивать. Вот он мог бы с абсолютно серьезным видом рассказать о том, что на балу в ООН или где-нибудь в парламентской ассамблее, там, у Матвиенко, Яровой, Терешковой, Борис Джонсон, Байден срезали подвески на балу, накапали эликсир слабоумия в бокал Лаврову и из перстня с масонскими знаками. И главное нести этот весь бред с серьезным выражением лица. Все равно все будут сидеть, конспектировать, потом анализировать. А серьезным выражением лица Владимир Владимирович владеет. И вообще наплести что-нибудь увлекательного, а не крутить вечно эту геополитическую шарманку с одной мелодией. Александр Григорьевич, есть одна проблема. Обычно разглашать подробности таких встреч не полагается. Это же офф-рекордс как бы проводится для разъяснения ситуации. Поэтому, может быть, он все это делал, просто мы об этом не знаем. Ну, нет, я говорю, нет, если бы там было что-нибудь, мы и не узнали, потому что там все было привычное скукотища. А может быть, действительно еще и били. Я думаю, что основная фигура умолчания заключается в этом. И я думаю, что вот если дело было в масонском перстнею с эликсиром слабоумия, то Соловьев бы уже вечером предъявил бы на каналах этот масонский перстень. Уже все референтные группы каналов лежали бы в обмороках. Это же очень проверенная такая технология. Но вообще я тебе могу сказать, скорее всего, Оль, вот поверь моему чутью, я думаю, бьют. Бьют жестоко и по многу. Потому что вот как можно было за последние пять лет на бесконечных прямых линиях, на бесконечных пресс-конференциях, на тайных сходках с главными редакторами не задать действительно ни одного интересного или важного, простого, первоочередного вопроса. Вот понимаешь, если у тебя там есть знакомый стереолог, и вы встречаетесь даже за столом или в компании, ты обязательно спросишь, а что ты будешь делать, когда тебя нафиг завалят в этой пещере. И, конечно же, первый вопрос, который надо было бы задавать Путину, это вопрос, заключающийся в том, что вот вы просыпаетесь, вбегает безумный Золотов, который сообщает, что все, Россия восстала, все горит, погромы. Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Росгвардер сбегается, переодевшись таджиками, штукатурами и постовыми милиционерами. Схвачен Рогозин, наконец, его используют как таран для разрушения кремлевской стены, и уже выбили гигантскую дырку ударами, и ворота Кремля вообще трещат. Вот представим себе такую ситуацию, от которой не застрахован ни один диктатор. Вот, Владимир Владимирович, каковы ваши действия? Побежите ли вы? И куда побежите? И где встречаемся? Но такого вообще никто не спрашивает, хотя это и есть самое интересное. Гораздо интереснее, чем всякие тусклые рассуждения о нациопрограммах и финансировании уголовников на Донбассе. Уже невозможно это все слушать, да? Александр Глебович, ваш вопрос в этой ситуации был бы все равно во много раз интереснее, чем ответ Владимир Владимирович. Нет, понимаешь, если вот промышленного альпиниста, который на 25 этаже моет окна, всегда можно спросить, дружище, а если у тебя перетрется или какая-нибудь сволочь перережет тебе трос, его можно спросить, что ты будешь в этом случае делать? Потому что интересно, куда этот болван будет падать. Внизу дорогостоящие автомобили, мамаши с колясками, мужики только налили и на газетке накрыли что-нибудь съедобное из импортозамещения. А тут, понимаешь ли, прилетает президент, бац, и разрушает, альпинист, и разрушает всю сервировку. Но президент вообще, как доказывает, там, примеры Чаушетку, там, Хусейн, Саддам, да, это экстремальная профессия, ничуть не менее экстремальная, чем промышленный альпинист, моющий стекол. Это уместный вопрос. Так что я подозреваю то, что они не задают вопросов, их все-таки бьют. А Путин, да, стало, кстати, я ознакомился с тем, что можно было узнать и по официальным, и по неофициальным каналам, и стало мне что-то тревожно, потому что речи его пугают уже. Вот все то, что не должно было бы, по идее, попасть в холодную чикистскую голову, каким-то образом там оказалось. Вот у него, конечно, жуткая каша в голове из бесконечных, по его выражению, где он его взял, генетических кодов. Я тоже не понимаю, бесконечные генетические коды. Потом у него там вдруг встроилась, и очень, я бы сказал, органично и страшно, гумилевская теория пассионарности, которая, конечно, очень мила, но является прямым, откровенным синонимом слова. Ахинея, да, вы знаете, что она основана на пассионарных толчках, на влияниях из космоса как на целой народности, так и на отдельных персонажей. Такая небезобидная штучка даже для человека, у которого мозг защищен какими-то естественно научными знаниями. А судя по тому, с какой легкостью Путин плюнул на эту гатчинскую липу, помнишь, это было вот совсем недавно, когда вдруг устроили ему трансляцию из гатчины с какого-то реакторчика, и долго, долго кричали про то, что это самый мощный, величайший. Но я могу сказать, что этот реакторчик не находится даже в топе реакторов и не идет ни в какое сравнение, ну, вообще ни с одним, ни по плотности, ни по мощности. Там есть, не знаю, в Окридже есть реактор, который превосходит там чуть ли не в десятки раз. Редактор субтитров А.Семкин